Вы смотрите новости на канале RTVI. Не жалеть ни сил, ни средств для скорейшего наведения общественного порядка в Иерусалиме, обещали в руководстве израильской полиции. Волнение в старом городе не стихает уже третьи сутки. Стражи порядка не могут справиться с группой палестинских арабов, которые забаррикадировались в мечети Алякса в самом центре израильской столицы. За последней информацией я обращаюсь к моему коллеге в Израиле Евгению Савве, который выходит на связь по скайпу. Евгений, добрый вечер. И какова сейчас обстановка в Иерусалиме? Добрый вечер, Лиза. Обстановка в эти минуты в Иерусалиме продолжает оставаться неспокойной. Около часа назад исполняющий обязанности генерального инспектора полиции Бен Сисау заявил, что уже в ближайшую ночь в город будут стянуты дополнительные силы полиции, дополнительные силы бойцов пограничной охраны для того, чтобы не только навести порядок в старом городе, где последние три дня были зафиксированы беспорядки, но и, по всей видимости, зайти в те районы, откуда, где находятся, собственно, жители, которые устраивают беспорядки. Я говорю про арабские районы Восточного Иерусалима. Буквально полчаса назад завершилось даже заседание с участием премьер-министра, министра внутренней безопасности. Там пытаются найти юридический способ наказать зачинщиков беспорядков. Дело в том, что на данный момент законодательство в Израиле довольно вяло реагирует на тех, кто устраивает такие камнеметания. Поэтому об этом говорилось, кстати, уже давно, еще несколько месяцев назад, когда обстановка в городе была непростая. Тогда же правительство Израиля пыталось усилить закон и ужесточить наказание для вот таких зачинщиков беспорядков в старом городе. Но пока этого нет, полиции приходится справляться с толпами палестинских арабов, которые забаррикадировались в мечети Аль-Акса, именно на Храмовой горе. Они это сделали в понедельник, и они, собственно, делали это сегодня на протяжении еврейского праздника Роша-Шана. Только сегодня вечером этот праздник завершился, и, по всей видимости, уже ближайшей ночью полиция постарается как-то навести порядок. Ну, палестинцы, не только палестинцы, но и представители Ордании заявили, что вмешательство полиции во всем, что происходит на Храмовой горе, это грубейшее нарушение суверенитета, нарушение статуса КВО. Дело в том, что территория Храмовой горы находится под юрисдикцией специального вакфа, то есть палестинских религиозных организаций. И вот нахождение полиции на Храмовой горе с их точки зрения нарушения суверенитета, об этом говорит представитель палестинской автономии Сейба-Река. Давайте послушаем. Правительство Израиля пытается реализовать ужасный и преступный план, цель которого — раздел и постоянный контроль над территорией вокруг мечети Алякса. Израиль пытается воспользоваться тем, что весь арабский мир занят своими проблемами, в том числе проблемой беженцев в Европе и соглашением с Ираном. Таким образом, они думают, что у них получится. Лиза, у нас или полиции в ближайшую ночь навести порядок, пока сказать сложно, но известно, что власти Израиля не намерены молчать на очередные беспорядки. Несколько месяцев назад такие же беспорядки были зафиксированы в столице. Сейчас, к сожалению, с израильской стороны жертвы. Александр Левлович, 64-летний житель Иерусалима, погиб при дорожной аварии. Его машину закидали камнями, после чего машина въехала в кювет, и он погиб в результате этой аварии. Поэтому власти страны намерены очень жестко отреагировать на это. Завтра утром и в течение завтрашнего дня можно будет понять, какова же на самом деле реакция Израиля. Лиза? Спасибо. Это был мой израильский коллега Евгений Савал.